Всем привет, с вами Евген. Сегодня давайте поразбираем дебаты, которые были в немецком Бундестаге вчера по поводу всеми известных событий. И сейчас, я думаю, не буду переводить каждую фразу, потому что материала здесь много. Видите, на самом деле видео само больше трёх часов идёт. Три часа двадцать восемь минут. Как мне кажется, нам очень важно уловить, ну, какой-то общий настрой и общую тему. Мне кажется, тут, конечно, показательно самое первое выступление Олафа Шольца и реакция на это выступление публики, которая присутствует в зале. И для понимания той публики, которая сидит, в общем, из чего нынче представлен немецкий Бундестаг. Давайте на это немножко посмотрим, перед тем, как начать видео смотреть, да, чтобы понять, кто здесь сидит. Видите, больше всего у нас СПД, то есть социал-демократическая партия Германии. И Олаф Шольц, нынешний бундесканцлер, вот как раз к ним и принадлежит. Кто у нас здесь второй по численности? Ну, это, естественно, христианский демократический союз, вот здесь вот чёрненьким. На третьем месте зелёная, такая, можно сказать, эко-партия. Потом идёт ФДП, свободная демократическая партия, такая либеральная. Потом АФД, это альтернатива для Германии. Ультраправая партия, евроскептическая её ещё называют. Они зачастую совсем не соглашаются, что в основном в Германии происходит, поэтому, в общем-то, альтернативы для Германии. Некий альтернативный путь, в общем, оппозицию они представляют. Ну и 39D, линк, левый. В общем, поняли более-менее, кто у нас здесь сидит. Итак, давайте слушать, конечно же, сначала послушаем то, что Олаф Шольц здесь скажет, и посмотрим на реакции, в общем-то, Бундестага. Там, где он будет более-менее повторяться, говорить то, что мы уже разбирали в предыдущем видео, и это переводить не буду, а что-то новое мы обязательно на этом будем останавливаться. Итак, слушаем. Может быть, для вас это было, на самом деле, слишком быстро? Видите, у меня здесь 1,5 скорость стоит, конечно же, надо переставить на стандартную. И он здесь использует интересное такое выражение, from sound blessing, дословно как бы сорвать с забора. И это используется как раз вот по поводу войны. Как видите, здесь etwas, from sound blessing, дословно сорвать что-то с забора, обычно страйт или крик. По значению внезапно или неожиданно для другой страны начать что-нибудь, ссору там или войну. Здесь он опять использует слово angriffs. Здесь ангрiffs, помните, нападение, вторжение, здесь ангрiffs крик, военное нападение, как-то так. Aus einem einzigen Grund, die Freiheit der Ukrainerin und Ukrainer stellt sein eigenes unterdrückungsregime in Frage. Следующее предложение. Свободу украинцев, его собственный, ну то есть президента Путина режим, ставит под вопрос. Stellt in Frage. Но здесь, видите, он использует слово не просто режим, а unterdrückungsregime. Unterdrücken — это подавлять, задавливать. То есть режим, который задавливает. Здесь, наверное, можно перевести как репрессивный, репрессивный режим. Кратко, если это ничем нельзя оправдать. Слушаем дальше. Хлопают. И здесь просто на самом деле я хотел вам показать, мы может потом к другим речам перейдем. Ну вот почти на каждый какой-то тезис хлопают больше или меньше, но более-менее все. В общем-то какая-то такая солидарность, единение у них чувствуется довольно сильное. Ну давайте дальше смотреть. Бильда, то есть картинки или фотографии из... И потом он перечисляет ряд городов, там Киев, Харьков, Одесса и Мариуполь, показывают всю бесцеремонность Путина. Die skrupulosigkeit. Именно вот бесцеремонность. Или еще можно как бессовестность перевести. О, очень красивое слово. Die himmel schreinde ungerechtigkeit. Ну ungerechtigkeit, это понятно. Gerechtigkeit – справедливость, ungerechtigkeit – несправедливость. И она какая? Himmel schreinde, кричащая к небу. Да, вот такие вот сильные слова. Der schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer, sie gehen uns allen sehr nahe. Несправедливость боли украинцев, это все нам очень близко. Es geht uns allen sehr nahe. Я точно знаю, какими вопросами задаются граждане сегодня вечером am kühltisch за кухонным столом. Я знаю, какие у них переживания в связи с ужасными новостями с войны. Многие из нас еще помнят рассказы наших родителей, или бабушек и дедушек, о войне. А для молодых это практически непредставимо. Многие из них своему ужасу дают выход, в том числе и здесь, в Берлине. Он имеет в виду демонстрации. Мы переживаем коренной перелом во времени, и это значит, что время до уже никогда не будет временем после. Точнее, наоборот, то, что сейчас будет после, никогда не будет похоже на то, что было до этого. Довольно длинная и сложная фраза, да, перед тем, каким мы опять начали аплодировать. Давайте ее переведем. По сути говоря, речь идет вот о чем. Может ли сила разрушить порядок? Разрешим ли мы Путину перемотать время назад в XIX век во времена больших держав? Или найдем ли мы в себе силы очертить границы таким людям, как Путин, которые развязывают войны? Вот этот вот крик с Трайбан ви Путин, развязывателем войны, как Путин. Грэнсен цузецен. Их им очертить какие-то рамки, оставить их в определенных границах, поставить им границы дословно. Грэнсен цузецен. Овации довольно долгие, но потом будут места, где они будут еще дольше. Гораздо дольше и гораздо мощнее. Это пока такие вялые овации, на самом деле. Это делает свою мощность. Да, мы хотим. Это предполагает нашу силу. Ну, то есть, что у нас самих должна быть некая сила. Я ве вольн. Да, мы хотим. И мы будем обеспечивать нашу свободу, нашу демократию и наше благосостояние. Воль, штанд. Кстати, это прям дословно переводит с немецкого. Воль, это благо, штанд от глагола Штейн стоять. Благо, стояние дословно. Здесь я подробно переводить не буду. Он благодарит госпожу президента за то, что она дала возможность этому всему состояться. И членам Бундестага за то, что они подтвердили, что, да, нам нужно на эту тему позаседать. Но тут он более-менее повторяется с тем, что мы в прошлой речи уже от него слышали. Он хочет не только стереть Украину с лица земли, но и разрушить европейский sicherheitsordnung, то есть порядок безопасности. Ordnung как порядок, sicherheit, безопасность. Нормальный перевод этого слова, sicherheitsordnung, это либо система, либо модель безопасности. То есть вот он эту европейскую модель безопасности хочет разрушить. И здесь глагол Zertrümmern. Дословно это как разбить на куски, раскрошить, превратить в руины Zertrümmern. Вот такой глагол. И потом он конкретизирует, что это вообще за модель. Такой порядок, который имел место с актов в Хельсинке. Слушаем дальше. Он ставит себя вне интернациональной общины государств. Дальше, чтобы кратко мы все очень постарались на Совете Безопасности ООН назвать то, что сейчас произошло, тем, что это есть на самом деле. И назвали это они ein infamer folkerrechtsbruch. Infam — это позорный, жуткий, страшный, infamous, в принципе, в английском языке именно вот это вот слово. Да, наверное, позорный — это лучший перевод. И folkerrechtsbruch, folkerrecht, это закон, folker, для народов, для народа, национальный закон. И брех — это значит, мы его brechen. Das Gesetz brechen или das Recht brechen — это нарушить закон, нарушаем. Позорное нарушение национального права. Как-то так это можно передать на русский язык. Если man sich das Ergebnis der Sicherheitsratssitzung in New York anschaut, durchaus mit Erfolg. Die Beratungen haben gezeigt, wir stehen keineswegs allein in unserem Einsatz für den Frieden. Wir werden ihn fortsetzen mit aller Kraft. Dafür, was sie dort zustande gebracht hat, bin ich Außenministerin Baerbock sehr dankbar. Не будем здесь закапываться в деталях, просто в Америке то же самое сказали. И я, в общем, всех благодарю, в частности, нашего министра иностранных дел. Он имеет в виду министра иностранных дел Анну-Лену Беррбок, которую сейчас покажут. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «Какой позор!» Если вы хотите сказать по-немецки «какой позор», можете именно так и говорить «Was für eine Schande?» Какой позор! И что же он здесь называет позором? Давайте разберемся. Он говорит, что только с помощью своего собственного вета Москва смогла остаться членом Совета Безопасности и не быть осужденной. То есть все согласились, а Москва наложила на это решение вета. Нельзя этого принимать. И только таким образом из этого Совета в общем не смогла выйти. Не получилось ее выкинуть чисто с точки зрения юридической. И вот он комментирует это «Was für eine Schande?» Какой позор! Президент Путин redet dabei steeds von unteilbarer Sicherheit. При этом он все время говорит о нераздельной безопасности. Unteilbar. Да, нельзя разделить. Это имеет последствия для безопасности в Европе. Да. Далее он говорит, что на долгом промежутке времени безопасность в Европе не может иметь место против России. То есть без России. Это невозможно себе представить. Но на обозримое время, на обозримое будущее Путин является угрозой для этой безопасности. И это нужно сказать прямо. Дальше пошли уже более конкретные тезисы. Он говорит, что перед нами пять действий, которые нам нужно осуществить. Первое – это поддержать Украину в этом бедственном положении. Дальше он наговаривается, что мы это и так делали в предыдущие недели, месяцы и годы. В больших объемах. Но с нападением на Украину мы теперь в новом времени. В таких-то, таких-то городах люди не только свою родину защищают, но и свободу, и демократию. То есть те ценности они защищают, которые мы с ними разделяем. И здесь важное слово – «ди верт» – «ценность». В единственном числе «дер верт» – «ценность мужского рода». Демократы и как европейцы мы стоим с ними на одной стороне, на правильной стороне истории. Нападением на Украину Путин создал новую реальность, и в этой реальности должны быть ясные ответы применены. И дальше ключевые вещи. Вы все знаете, мы вчера приняли решение о том, что Германия будет в Украину поставлять оружие для защиты страны. И как видите, сразу камеру нам показывает министра обороны Германии с довольно сложным именем – Аннегрет Крамп Каренбауа. На агрессию Путина не могло быть никакого другого ответа. Дорогие дамы и господа, наш порядок действий номер два, или наше второе действие – это «абцубринген». Путин «абцубринген» – отвести Путина от его курса на войну. Война – это катастрофа для Украины. Но война окажется катастрофой и для России. «Сих эрвайзен» – хороший на самом деле глагол. Все время так используется «эс вирт сих» als аккузатив эрвайзен. Это окажется чем-то. Вместе с Европейским Союзом и главами государств и правительств мы издали пакет санкций невиданного до того масштаба. Забавно, кстати, что у нас наше русское слово «масштаб» это на самом деле немецкое слово «массштаб», то есть «мера». Но в данном случае, вот для именно конкретно этого понятия в данном контексте, видите, в немецком используется не «масштаб», а именно «аусмасс». Хотя, видите, здесь тоже вот этот «масс» в корне есть. Мы отрезаем русские банки и государственные учреждения от финансирования. Мы запрещаем экспорт технологий будущего в России. Мы дословно «немен инсвизир», то есть берем на прицел олигархов и их деньги, и их деньги, которые хранятся в Европейском Союзе. Это дополняется санкциями против Путина и людьми в его непосредственном окружении, и в своем директорном обществе, и ограничение в выдаче виз русским официальным лицам. Это дополняется санкциями против Путина и людьми в его непосредственном окружении, санкциями против Путина и людьми в Союзе, и мы также решили отключить важные российские банки от системы банковской коммуникации «Свифт». Ну и потом он конкретизирует, что это мы решили вместе с главами других государств на таком-то заседании. Да, вот здесь вот оваций уже побольше. На самом деле, немножко они, видите, даже его своими овациями перебили. Ну а мы слушаем дальше. Махен ви у нас ничц вор. Кстати, хорошая фраза. Махен ви у нас ничц вор. Давайте тут себе ничего не будем воображать. Типа, да-да-да, спасибо, что вы не хлопаете, но не поддавайтесь иллюзиям. Это, может быть, и не поможет. Наверное, вот что-то такое здесь имеется в виду. Но давайте дальше слушать. Путин будет санкос нехтюбанахт ебанахт за одну ночь. Путин не изменит своего курса ибанахт за одну ночь, или это на самом деле переводится быстро, сразу. Но очень скоро российское руководство почувствует, насколько высокую цену они платят. Лишь за последнюю неделю ценность российской биржи на самом деле мы здесь переведем, как упала, наверное, да. Ценность упала более чем на 30%. И вот это вот все упасть или подняться на сколько-то процентов, это всегда ум. Обычно используется глагол, но видите, он здесь решил использовать глагол «нахгебен». Это показывает, что наши санкции работают. И мы запасем себе и другие санкции на будущее без какого-либо зазрения совести. Наверное, так это можно перевести. «Оне irgendwelche denk-вербота». Довольно интересное выражение. Без каких-либо, если переводить дословно, «дэнкен» — это от глагола «думать», а «фэрбот» — это запрет. Без каких-либо запретов на то, чтобы думать в эту сторону. Ничтожа сумняшся, ни капли не сомневайся. В общем, как-то так-то можно передать. У нас только остается вопрос, что касается всех ответственных, и нам очень важно понимать, что действительно затронет тех, кто ответственен за это все дело, а не сам российский народ. Потому что Дэн здесь вначале распознал, как Вэн, на самом деле, он сказал «Дэн Путин». Потому что Путин, а не российский народ, решился на эту войну. Это у нас уже было, помните, и в предыдущем выступлении. Поэтому он говорит абсолютно четко, можно сказать, что это война, это война Путина. «Путинский народ». Это разграничение для меня очень важно. Здесь он использует хорошее слово «die auszönung» – примирение. Потому что примирение между Германией и Россией после Второй мировой войны есть и остается очень важной страницей нашей общей истории. И я знаю, насколько сложно переживается текущая ситуация многими гражданами нашей страны, которые родились на Украине или в России. Довольно поэтичное получилось предложение. И поэтому мы не допустим, чтобы этот конфликт между Путиным и свободным миром привел к открытию старых ран и к появлению новых противоречий. Верверху. И еще кое-что нельзя нам забывать. Во многих русских городах за прошедшие дни граждане протестовали против войны Путина. И здесь хорошее выражение etwas in Kaufnehmen принять что-то во внимание может перевести, но здесь такой смысл, что мы принимаем во внимание те негативные последствия, которые может возыметь то или иное действие. И эти люди, которые вышли на протесты, они принимали во внимание verhaftung und bestraftung. Задержание, verhaftung или арест, и bestraftung, и наказание, наложение штрафа, das erfordert großemut und große tapfarkheit. Das erfordert großemut und große tapfarkheit. Это требует большого мужества и большого мужества. На самом деле, mutt и tapfarkheit это, в общем-то, более-менее такие прям синонимы. Ну вот он решил два синонима здесь поставить друг за другом. И вот из всей той реакции, которая на его выступление была, на вот эту фразу реакция, наверное, действительно самая сильная. Видите, все решили даже встать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, на самом деле, почти все. Вот видите, здесь довольно много кто остался сидеть. И тут на самом деле у нас не будет ничего удивительного, потому что, видите, это как раз альтернатива для Германии. Именно их фракция здесь сидит. И, в общем, часть из них осталась сидеть, но часть все-таки встала. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы стоим на стороне украинцев, и наши мысли, и наши чувства сейчас с жертвами вот этого русского нападения, военного нападения. И точно так же мы стоим на стороне всех тех, кто мужественно предоставляет свой лоб силовому аппарату Путина. Вот дословно такая фраза. И которые отрицают его войну с Украиной, точнее, ну, всячески пытаются ее как-то остановить, в общем, отрицать. И дальше, мы wissen, что они много, это вот мне кажется очень важная и хорошая фраза. Их много. Именно так это будет по-немецки. Мы знаем их много. Мы знаем таких людей много. И всем я говорю, не сдавайтесь. Я уверен, что свобода, терпимость и права человека также и в России обретут силу утвердяться, что вот эти вот все ценности, эти вот все базовые вещи, они утвердятся в России. АПЛОДИСМЕНТЫ Третья задача состоит в том, чтобы предотвратить распространение этой войны на другие страны Европы. Это значит, что без каких-либо «но» или «если» мы будем держаться своей обязанности оказывать помощь в НАТО, в рамках НАТО. И здесь я думаю, что в принципе просто у него речь действительно довольно-таки большая. Я думаю, что давайте еще посмотрим, что он скажет в качестве четвертого и пятого пункта, и потом с его выступлением можно закончить. Я перемотал на еще один такой довольно ключевой момент из его речи, который давайте сейчас тоже послушаем довольно подробно и все переведем. До этого он говорил о военной помощи другим странам, членам НАТО. Если вдруг на них нападут, в общем, надо будет им помогать, и как это Германия может сделать. И дальше он добавляет вот что следующее. О, видите, какая реакция такая очень сильная. А что же он сказал? Для этого, ну для того, что он перечислил ранее, в общем-то для защиты стран Европы, дословно, немецкий Bundeswehr нуждается в новых, более мощных способностях. То есть, на самом деле, усиление военного аппарата. И это мое четвертое предложение. Или как бы четвертая задача, четвертый пункт. Тот, кто прочитает историзирующий трактат Путина, он имеет в виду, наверное, конечно, как раз вот то, что Путин говорил перед тем, как объявитель о начале этой военной операции. Ну да, другими словами то же самое. Кто по телевизору видел его публичное объявление войны Украине. Или, если кто-то, как и я, поговорил бы с ним лично в течение нескольких часов. Ну, он как раз, Олаф Шольц недавно с Путиным несколько часов разговаривал. У того не может не остаться никаких сомнений. Путин хочет восстановить или создать российскую, воссоздать, наверное, да, российскую империю. Он хочет отношения в Европе, согласно своим представлениям, по-новому обозначить. И при этом его не пугает военное насилие. И именно это он сейчас делает в Украине. И мы должны спросить себя, какие возможности у него есть, есть у России Путина. Имеется в виду, какие военные возможности. И какие возможности нужно иметь нам, чтобы ответить на эти угрозы сегодня и в будущем. Очевидно, что мы должны гораздо больше инвестировать в защиту собственной страны, чтобы таким образом защитить нашу свободу и демократию. Это очень большая, важная, 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 важная бедетка. И с помощью нас к нам дополнительно защиты. Я вернулась в Менчинской конференции в санкт-Петербурге, что мы должны по-новому, которые велики, а Шивы, которые на Сей, и на Сей-Ст-Петербурге, чтобы участвовать в Сейс-Петербурге. Как видите, реакции разные, реакции очень живые и громкие, потому что тема, конечно, очень острая. Особенно сильные эмоции были на словах «Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Наша цель – это эффективные, суперсовременные, прогрессивные вооружения, или Bundeswehr можно перевести как военные силы, которые смогут нас надежно защитить. С этим пунктом уже, в принципе, все довольно-таки понятно. Давайте перейдем к пятому. Еще одна, правда, фраза в эту тему. Давайте послушаем. Суть в том, что в 2022 году они хотят проинвестировать в это дело 100 миллиардов евро. Еще одна важная фраза. Мы теперь из года в год будем инвестировать более 2% валового внутреннего продукта в нашу фаталику, в нашу защиту. И смотрите, какая реакция. Тут стало, конечно, меньше людей, но тем не менее. Еще один такой акт поддержки довольно значительный, когда люди встают. А мы поехали дальше, и все-таки перейдем, давайте уже, к пятому пункту. Итак, какое-то время спустя он там много говорил о том, что конкретно будет делаться, о преодолении зависимости энергетической от российских поставок. Вот на эту тему тоже было сказано. Но теперь он переходит к пятому пункту. Но если мы это понимаем, то мы будем стоять за испытаниями нашего времени. И поэтому я на пункте пятого и последнего пункта. Пятый пункт. Война Путина обозначает переломный момент для нашей внешней политики. Как можно больше дипломатии, без того, чтобы быть наивным. Вот это требование, оно остается. Не быть наивным значит так же, что не нужно говорить просто, чтобы говорить. Для настоящего диалога нужна решимость действовать с обеих сторон. А со стороны Путина явно этого очень не хватает. Мангельт. Отсутствует мангельт глагол. Но это не только в последние дни и недели. Что значит это для будущего? Мы будем говорить о росте с Россией не будет. Это значит, что в будущем мы не будем уклоняться от диалога с Россией. Также и в этой экстремальной ситуации задачей дипломатии является держать открытыми каналы для коммуникации. Все остальное я считаю безответственным. Дамы и господа, я знаю, на чем мы стоим, в том числе и перед лицом нашей собственной истории. Мы стоим за мир в Европе. Мы никогда не примиримся с насилием, как средством политики. Мы изо всех сил будем стараться на мирное решение конфликтов. И мы не успокоимся, пока мир в Европе не будет обеспечен. Ну и дальше, и тут мы будем уже постепенно заканчивать, потому что видео получилось очень долгим. Он говорит о том, что приоритет — это диалог. И в первую очередь диалог с союзниками, чтобы отношения были дружные, крепкие. Потому что только вместе мы можем сохранить то, что имеем, и отвечать на агрессии. Вот такая вот у него пятая мысль. То есть поддержание диалога в первую очередь мирными путями и акцент на то, что мы должны быть с теми, кто разделяет наши ценности вместе в очень тесных отношениях, постоянно друг друга поддерживая. Вот такой вот у нас сегодня получился выпуск. Как мне кажется, более такой информационный, но тем не менее с важным, как мне кажется, тоже, конечно, очень элементом обучения. Много сегодня нам удалось очень послушать. И, как обычно, я старался давать вам перевод максимально дословный чаще всего, с акцентом на какие-то важные выражения, слова, на то, как предложение строится. В общем, надеюсь, это было вам интересно и полезно. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы учите немецкий язык. Не могу не посоветовать сайт italki.com, где вы сможете найти себе преподавателя носителя языка по абсолютно адекватной цене. Партнерская ссылка в описании к видео. Зарегистрируясь по ней и оплатив в течение, там, по-моему, ближайших трех дней после регистрации 20 долларов, вы получаете 10 долларов в подарок. И также для тех, кто готовится к экзамену B1, хочу напомнить, что у меня есть курс подготовки к устной части экзамена, а именно к презентации 30 разобранных тем, 30 уроков, которые позволят вам подготовиться действительно очень хорошо. И, как мне кажется, устной части экзамена нужно точно сдать с легкостью. Так что переходите по ссылке в описании, если вам это интересно. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Всем пока. Пока.